Необычным хобби занимается пенсионер Владимир Иванович. Свободное время он проводит на своем огороде. Владимир и его жена Наталья в саду с самого утра и до позднего вечера. Иногда к ним на помощь приезжают родственники. В основном весь труд лежит на плечах пенсионеров. На шесть соток огорода уместилась яблоня, груша, облепиха, смородина и малина. Только на ягодах прибыль воронцовых составила 18 тысяч рублей. Ну, ежегодно он себя оправдывает. В этом году год особенный. Во-первых, с водой было хорошо. В общем, два раза в неделю давали воду, меняли график утром, в обед, вечером. Он себя, можно сказать, оправдал. Поэтому, значит, содержать сад-огород полезно для себя. Огород держать, если по-нормальному ухаживать за ним, он прибыльный, он себя оправдывает. Ягоды и фрукты – не первое влечение семьи воронцовых. Также на участке растут различные овощи. Урожай в этом году удался. Несмотря на трудности, супруги продолжают развивать свое дело. На земле только чистые сорта. Это одно из условий выживания овощей и плодородности земли, на которых они растут. Урожай был хороший. Год хороший. Вода была хорошо, воду давали в этом году. Мы хорошо набрали. Потому что тут каждый день трудимся с Владимиром Ивановичем, с дедушкой своим. Мы каждый день, возле каждого кусочка мы работаем. Поэтому они нас благодарят за это. Супруги из себя на зиму подготовили и родственникам помогли. Более того, остатки вырученной продукции вывозят на продажу. По словам Веры Петровны, они выращивают только натуральный и свежий продукт. Это чистый продукт. Мы ведь тут химию-то не добавляем. Не делаем никаких этих. Вот тоже чисто руками. Вода, земля и перегной. Если вот завезем, что-то добавим. Потому что для себя выращиваем. И на рынок выносим только лишки. В субботу, 10 сентября, на ярмарке будет десятки таких семей. Жители города смогут прийти и купить нужную им продукцию. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».